Библейский портал экзегет.ру представляет 124-й псалом. Он входит в состав 18-й экофизмы, входит в состав 15-й песней восхождения. Сегодняшняя наша встреча, как и многие другие, записывается редакцией портала экзегет.ру в московском Сретенском монастыре. Основная идея 124-го псалма, по сути, такая же, как в предыдущем. Верующие надеются, что Господь сохранит людей правым сердцем от злодеев всякого рода. Распространители зла представлены здесь в виде врагов двух типов. Сжезл нечестивых намекает на иностранных оккупантов. Можно представить себе, что какие-то жестокие деспоты, контролируя власть ваудеи, стремились разрушить ее самобутную жизнь. А совращающиеся на кривые пути, скорее всего, это еврейские коллаборационисты, которые сотрудничали с оккупационным режимом. В зависимости от того, с каким историческим периодом мы соотносим внешних и внутренних врагов, с периодом владычества Персии или царства селевкидов во времена Маккавеев, датировка псалма варьируется от V до II века до н.э. Тот факт, что в псалме используются общие термины для описания врагов, означает, что какими бы исходными обстоятельствами происхождения гимна не были бы, в любой эпоху и при любых обстоятельствах верующие могут отождествить себя с пострадавшими от злодеев людьми и помолиться Богу, чтобы уберег их от совращения на кривые пути. «Даже если враги пойдут в наступление и одолеют народ Божий, Господь не даст возможности грешникам править вечно, чтобы праведные не уклонились в беззаконие. Праведные надеются на Господа и молятся, чтобы Он им благоволил, а не счастливых наказал». Псалом заканчивается пожеланием мира Израилю. Рассмотрим детальные содержания псалма. Первые два стиха. «Иерусалим – это город Господа сил, который расположен на горе Сион. Святая гора Сион не подвержена землетрясениям. От природных катаклизмов ее защищают окружающие горы. Как непоколебим Сион, так же устойчива жизнь тех, кто надеется на Господа. Как горы защищают Иерусалим со всех сторон, так же Господь защищает свой народ от опасностей со всех сторон. Люди Божии по данному псалму – это те, которые надеются на Господа, праведные, добрые и правые сердцем. Эти люди не только вверяют себя Господу, но сами на себя накладывают обязательства морального поведения. Их добродетельность не превращается в показное благочестие. Скипетр – это символ царской власти. В псалме он служит фигурой речи для указания на человека, облеченного властными полномочиями. Жезл нечестивых говорит о злом характере, недружелюбности нового правителя. Жеребьевка обычно осуществлялась путем бросания небольших камней с вырезанными на них знаками. Жребий решал участь отдельного человека или целого колена. Под жребием могла пониматься сама судьба человека, которая была в руках Господа. Во многих библейских контекстах жребий – это не право выбора, а участь, которую необходимо принять как данность. Жребий могли бросать в отношении того, кто первый ринецом в атаку, кому достанутся пленники, кто виновен в преступлении, кто будет жить в Иерусалиме или по иному поводу. Одним из самых распространенных значений слова «жребий», на которое, видимо, ссылается псалмопевец, это участок земли, который достался тому или иному израильскому колену после разделения земли обетованной, пожелание «дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию», подразумевает, что страной стали править языческие цари, под влиянием которых израильтяне могут принять языческие традиции и их религию. Праведные в таком случае – это не просто порядочные в этическом плане люди, это «верные Богу верующие». Словосочетание «жребий праведных» служило напоминанием, что земля была даром тех, кто посвятил себя Господу. «Правые сердцем призваны быть добрыми» – не лукавыми, просто сердечными, не имеющими в себе ничего скрытного или коварного. Наследовать землю имеют право только кроткие. Таковые просят Господа, чтобы Он благословил их, сотворил им добро. Кривой путь – это обходная, окольная дорога. Она хуже по качеству, уже и длиннее. Совращающихся на кривые пути – это те, кто отказывается от следования заповедям Господа. Исследуют своим собственным злым путям. Данный образ, скорее всего, характеризует евреев, которые отвернулись от Господа. Господь не наказывает их, но попускает следовать путям беззаконных, чтобы они сами в себе получили возмездие за свое заблуждение. По пророку Иезекиилю Бог надеется, что когда-то они вспомнят о своих злых путях и недобрых делах и почувствуют отвращение сами к себе за свои беззакония и мерзости. Стиль последнего стиха несколько отличается от предыдущего текста. Вместо прямого обращения к Богу, о нем здесь говорится в третьем лице – «да оставит». Заключительные слова 124-го псалма содержат краткую молитву за мир в Израиле. «Да придет к Израилю мир и процветание». Это то, к чему стремился автор псалма. Счастливая и богатая жизнь общества, устойчивая к внешним атакам и к внутренней напряженности. Апостол Павел использует похожее пожелание – «мир им и милость и Израилю Божию». При этом слова апостола языков лишены той материальности, которая нередко присуща текстам Ветхого Завета. Для Нового Завета характерна устремленность к такому состоянию мира, которое в полноте возможно только пребывающим в мире ином. «Ибо все, что в мире, – писал апостол Иоанн, – похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Итак, шестая песнь восхождения воспевается иудеями по святителю Афанасию, когда они, завершив путешествие из Вавилона, добрались до Вожделенной горы. Видя город, не огражденный стенами, они молятся, чтобы такой защитной стеной стала помощь Божия. Автор псалма упомянул Сион не случайно. Гора, на которой был расположен город, некогда стала пустынной и лишенной жителей, но затем вернула себе свое благополучие вследствие возвращения обитателей. Так и мужественный человек, по святому Иоанну Златоусту, хотя бы и претерпел множество бедствий, не должен колебаться, падать духом и погружаться в уныние, но непоколебимо держаться надежды на Бога. Посему не желай жизни безопасной, безбедной и бездейственной, но не колеблющейся от опасностей. Асия предупреждал древних евреев. «Народ мой закостенел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Апостол Павел словно продолжает мысль пророка. «О горнем помышляйте, а не о земном». Разница в том, что Асия жил до появления Мессии, а Павел уже после его прихода. Опыт личной встречи с воскрешим Иисусом побуждал апостола обращаться к собратьям по вере с призывом искать горнего мира, где Христос сидит одесную Бога. Христос не от мира сего, и Царство Его не от мира сего. Мир, превосходящий всяк ум, дается только имеющему ум. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok